Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталия, и мы продолжаем жизнь и страдания. Мои в поисках правильного ответа в событии Зов Предков. Что ж, было время у меня поразмыслить над предстоящим нам выбором и склониться к тому или иному варианту, но действительно было время целые сутки подумать. Ты знаешь, а я ничего не придумал. Я не нашел ни одного довода, разумеется, в ролевом плане, в плане отыгрыша нашего персонажа, нашего характера. Я не нашел в нашем характере ничего, что меня склоняло бы в ту или иную сторону. Тогда я подумал, что можно было бы поступить методом от противного. У нас есть путь же правильного заговорщика. А вот как я поступил бы на пути правильного заговорщика выбрать вариант? Тогда на пути неправильного заговорщика текущим я бы поступил бы наоборот. Так вот, проблема в том, что... А как здесь должен поступить правильный заговорщик? А я тоже не знаю. С одной стороны, правильный заговорщик, возможно, должен идти против Стефана, потому что я должен поддерживать Глорию, Стефан мой враг. Я должен все варианты выбирать против него, а значит, встать на сторону отца. Ну тогда, если я встаю на сторону отца, значит, я поддерживаю традиции, я поддерживаю традиционные ценности, я поддерживаю текущий уклад и уделы. Что? А какой я после этого истовый бунтовщик? Я должен бунтовать против традиций, против уделов, против всего, что сейчас традиционно в нашей империи. А значит, я должен бунтовать, я должен противостоять, все разрушать, нарушать, значит, должен отдать главенство Стефану. Что? Противоречия? Я не знаю, даже какой вариант тут нужно за правильного заговорщика выбирать, не говоря уже о неправильном заговорщике. Поэтому, мой друг, а поступим так, как выбрали вы в комментариях, как я и предлагал в конце прошлой серии, потому что в ролевом плане здесь выбрать вариант... Я не смог. Сейчас, на данный момент, есть вот три комментария, и все они в поддержку одного и того же варианта, а именно встать на сторону отца. 3.0 в пользу отца, а значит, так мы и поступим. Конечно, может быть, позже там появятся какие-то другие комментарии в пользу Стефана, но, мой друг, ты же хочешь увидеть серию вот сейчас, смотреть ее, а не ждать еще сутки или больше, пока больше мнений соберется. Вот, мой друг, вот то, что есть, с тем и работаем. Времени, я думаю, достаточно было написать всем желающим комментарии. Ну, трем людям было более чем достаточно времени. Не будем это читать, поскольку мы, да мы, по-моему, так почти всегда и выбирали, отдавали в пользу отца данное событие, и на пути священника мы, разумеется, так делали, поэтому просто пропускаем. Нам это все прекрасно, мой друг, знакомо, и тебе, и мне. Отношения минус один со Стефаном до плюс одного равнодушия. Отношения с отцом плюс один до четырех привязанность. Ну что ж, посмотрим, узнаем. Вот, единство плюс один, мой друг. Возможно, вот это самое плюс один единство будет тем самым решающим пунктом единства, которое позволит нам спасти жизнь нашей матушки. Запас сил минус пять, до пятнадцати, плевать. Он мне, похоже, не нужен на моем пути, этот запас сил. У меня его много. Ошибки юности. Что-то такое, что за событие такое интересное? Я такого не помню. Да я вообще мало что помню, что-то было раньше. На пути правильного заговорщика, когда играли два года назад. Уже месяц, как Софьи нет в городе. По срочному приказу Филиппы она куда-то отбыла. Деятельность последней капли притихла до ее возвращения. Типографией занимаешься ты один. Утро. Тебя встречает отец Фуат, явно только продравший глаза. Старик поднимается с ящиков, на которых обычно спит, и заговорчески манит тебя пальцем. Бранте, есть дело к вам. Я тут вчера, так сказать, делал обход города. Заглянул в пару клоповников, прошелся по трактирам и другим злачным местам. Встретил одного паренька. Не пойму, стоит ему доверять или нет. Зовут Густавом. Говорит, что из Этерны. А сейчас в бегах. Скрывается от тайны канцелярии. Утверждает, что был членом местного подполья в столице. Ну, эти. Безудельные. Которые четыре года назад провели марш ошейников в защиту магов. Так вот. Этот Густав говорит, что всех безудельных после марша схватила тайная канцелярия. Говорит, что и подполье в Анизоте может быть под угрозой. Но детали раскрывать не стал. Не доверяет. Надо бы выспросить у него, что он там такое знает. Да и вообще, что за человек? Парень мутный. Но, может, нам пригодится? Вы-то сами что думаете? Ты благодаришь Фуада за сведения и обещаешь подумать, как лично встретиться с Густавом и все у него вызнать. Вы только мне скажите, а встречу я вам устрою! Фуад кивает и, потягиваясь, уходит к печатным станкам. А ты делаешь глубокий вдох, пытаясь успокоить бешено стучающее сердце. Это тот самый один из уцелевших безудельных, а явился в город с целью поквитаться со мной за разгром безудельных в Этернии. Густав был одним из твоих доверенных лиц в Этернии. Если он выйдет на контакт с последней каплей в Анизотии, то вскроется и твое имя. Вроде бы Густаву неизвестно, что безудельные были созданы по задумке Филиппо, но того, что он знает о твоей роли в беспорядках, может быть достаточно, чтобы поставить под угрозу прикрытие в Анизотии. Да-да-да, этого мы не можем допустить, нужно его сейчас будет устранить каким-то образом. Нужно разобраться с этой проблемой как можно скорее. Во, отлично, заманить Густава в ловушку, то, что надо. Ты передаешь его в руки Тайной Канцелярии. Моментальнейший, моментальнейший выбор. Да, можешь так в комменте своему и пометить. Генераль, вот, уже на этой минуте уже все, он уже выбрал, но дальше он еще почитает. Вариантики. Заманить Густава в ловушку можем мы выбрать, поскольку манипуляция у нас 18, нужно хотя бы 14. Впоследствиях шпионская сеть плюс 1, ой, как хорошо. Репутация минус 1, ой, как плохо. Манипуляция плюс 1, ой, как классно. Устроить побег. Ты поможешь Густаву покинуть город. Можем это выбрать, поскольку Тайные планы у меня 16, нужно 14. Слушай, у нас какая-то проблема с Тайными планами. Смотри-ка уже, сколько Тайных планов требуется. 14? Уже ставки растут. А у меня всего лишь 16 Тайных планов. С манипуляцией-то все у нас прекрасно. Он 18. Вот надо Тайные планы как-нибудь поднимать. О, кстати. Этот вариант как раз-таки поднимает Тайные планы. Богатство минусует, минус 1. О, это... Это нам... Не-не-не, это нам не подходит. Запас сил плюс 5. Это все равно мне Тайные планы плюс 1. Но мы играем не ради последствий, не ради циферок каких-нибудь там. Мы играем ради качественного, плавного отыгрыша своей роли, стройного повествования. Объясница. Ты расскажешь Густаву, что в Этернии ты спас безудельных и предложишь присоединиться к последней капле. А вот на пути правильного заговорщика мы так в свое время и выбирали, поскольку безудельных мы там спасали, выгораживали их перед Филиппой, они оставались на свободе, и мы могли такой вариант выбирать. Это я помню. Не можем мы сейчас это выбрать, поскольку безудельные не на свободе, поскольку я другой вариант выбирал в вербовке Филиппа. Запас сил у меня есть, но этого недостаточно. Впоследствиях красноречие плюс 1, запас сил минус 5. Затаится. Ты докладываешь Филиппу о Густаве. Кстати, ли о Густаве, как правильно. Да, неважно. У нас это эпизодический персонаж. Пусть тайная канцелярия решит эту проблему без твоего участия. Нет, почему это тайная канцелярия будет без моего участия? Чуть такой безвольный совсем, такой слабачок. Нет, я уже день ото дня все более и более становлюсь опытным заговорщиком, а, этим, чекистом, все более опытным чекистом, все больше узнаю о оперативной работе, все более опытным и искусным я становлюсь. Поэтому, да, конечно, начинаем действовать, начинаем уже все более и более более активно действовать. Хватит мне быть безропотным каким-то существом. Да, выбираем, разумеется, первый вариант. Выбор я давно произвел уже. Выбор я произвел, когда сел играть за этот путь неправильного заговорщика. Что все варианты будут в пользу Филиппа? Вероятно. Ты назначаешь через отца Фуада встречу. Конечно, ты придешь туда не один. Оливер Мосс. Самый подходящий для такого дела человек. Выслушав твой приказ, он не задает никаких вопросов. Пока Филиппа не скажет обратного, он сделает для тебя любую работу. Ой, как хорошо. Мой собственный верный пес, да? Пес-пса. Ветхий сарай у городской стены. Ты заходишь, вглядываясь в темноту. Грязные занавески, прогнивший пол. Густав сидит на деревянном ящике. В его руках маленький топор для рубки мяса. Ты приветствуешь Густава. Он только крепче сжимает топор. Нужно потянуть время, пока Мосс обходит здание, заходя ему за спину. Ты разводишь руки в стороны, демонстрируя, что безоружен. Говоришь Густаву, что рад его видеть. Как дела, твои, старый соратник? Густав криво ухмыляется. Густав, бывший член общества безудельных из Этерны, участвовал в печально известном марше ошейников. Если бы дела мои шли хорошо, я б не пошел на эту встречу. Я все знаю о тебе безудельных. Так что в игры со мной не играй. Мне нужно покинуть город. Сейчас ты его покинешь. Сейчас ты не только город покинешь. Если не поможешь, придется мне рассказать о том, как юный господин Бранте подзуживал простолюдинов в столице и чиномарш. Твоя семья ведь дворяне? То-то они порадуются. Ты просишь Густава положить топор. Я пришел, чтобы помочь. И мне нет причин угрожать тебе. Мужчина колеблется, но немного опускает оружие. В этот момент ты даешь сигнал Моссу. Пара резких ударов деревянной дубиной по голове достаточно, чтобы лишить Густава сознания, но сохранить жизнь. Мосс умело связывает руки оглушенного мужчины, забирает его топорик. Ты вежливо благодаришь Оливера за проделанную работу. Пусть ведет сюда своих коллег. О, это я с большим удовольствием. Через десяток минут двое из тайной канцелярии бросают Густава в крытый экипаж и исчезают в ночном городе. Ты ничего не знаешь о его дальнейшей судьбе. Однако появление твоего бывшего соратника в Анизоте не прошло бесследно. Слухи о безудельных и твоей причастности к ним расползлись словно пожар. Чего? В смысле? Я же его ликвидировал. А, через Фуада, наверное. Так Фуада надо тоже ликвидировать. Нужно тоже заткнуть ему рот. Сын Роберта Бранте, одного из старших судей префектуры, был замешан в бунтах и путался в столице с мятежниками, защитниками магов. Для людей последней капли это лишь повод больше тебя уважать. Но среди дворянского общества имя твоей семьи теперь запятнано новым скандалом и неясно, когда представится случай это загладить. Тебе удается убедить родных, что данные слухи лишь наглое вранье. Происки твоих недоброжелателей. Их устраивает это объяснение, хотя злости Стефана и отца нет предела. Рассказал ли Густав кому-то о тебе и безудельных еще до вашей встречи или сумел подготовиться на случай твоего предательства, ты этого никогда не узнаешь. Остается лишь надеяться, что безудельные остались в прошлом и ты больше никогда о них не услышишь. Шпионская сеть тем не менее плюс один до восьми, везде свои люди. А вот репутация минус один до двух, запятнанная честь. Ой, как хорошо, что мы репутацию помнишь подняли на плюс два? Помнишь? Сейчас бы ноль был бы. Манипуляция плюс один до девятнадцати, интриган. Еще один пункт, и я стану мастером манипуляции. Да вот с манипуляцией-то проблемы нет. Вот с тайными планами как-то все грустненько. Ну, значит, они мне не нужны, тайные планы. Значит, мне манипуляция нужна на моем пути, раз она постоянно поднимается в моих вариантах в пользу канцелярии. А тайные планы, это значит в пользу восстания, если я варианты выбирал бы, тогда да, тайные планы поднимались, когда я настоящим был бы заговорщиком, а я ж не настоящий, поэтому только лишь манипулирую. Никакие тайные планы я не строю. На принципе, какие... Правильно, логично. Какие мои тайные планы? Все тайные планы, это тайные планы Филиппа, которые я воплощаю в жизнь. Все тайные планы, это его планы. А у меня своих тайных планов-то и нету. Поэтому лишь манипулирую людьми, исполняя чужие тайные планы, поэтому своих не накопил. И у нас происходит какое-то событие личной интересы. Ух ты ж, твою мать. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками условия выполненной шпионской сеть 8. А это абсолютно новенькое для нас событие, поскольку на пути правильного заговорщика я не достигал таких циферок шпионской сети. Это нуля, наверное, достигал, да? Но никак не восьми. Стараниями последней капли шпионская сеть раскинута по всему Анизоти. Замечательно. Доносы текут рекой. Прекрасно. Каждый день происходят тайные аресты. Ну, наверное, мне все равно на чьи аресты. То и дело становится известно об исчезнувших людях, посмевших вслух говорить о недовольстве законом. Осведомители следят за всеми. Включая самых влиятельных людей города. Не устану, не устану буду аплодировать. Класс. Класс. Вот это то, что мне и надо. То, что нам и нужно. То, что нужно нашей тайной канцелярии. То, что нужно Филиппа. То, что нужно мне. Однако тебе некогда наслаждаться собственными достижениями. Сидя над посланием от Филиппа, ты стараешься унять нервную дрожь в руках. Рано или поздно это должно было случиться. В ваших рядах завелся предатель. Из твоего личного хранилища в типографии кто-то украл документы, связывающие последнюю каплю с тайной канцелярией. А не сам ли... Не проделки ли это Филиппа? Не сам ли Филиппа? Ну, или его люди там. Оливер Мосс. Для того, чтобы как-то давить на меня. Ну, потому что мы все больше и больше силой обладаем. Все больше и больше сеть наша шпионская раскинулась. И она же как бы завязана все-таки на меня. Это же получается моя шпионская сеть, правильно? А через меня ей управляет Филиппе, давая поручения мне. У нас же вот это все тайное общество. Наши последние капли, все наши шпионы, все наши доносчики. Они ведь думают, что работают на настоящее восстание. Они же не знают, что они работают на тайную канцелярию. Они работают на меня с Софьей. Думая, что мы действительно что-то организуем в плане восстания. Поэтому это логично вполне, что Филиппе будет дополнительные рычаги искать влияние на меня для того, чтобы я не вышел из-под контроля у него. Потому что это опасно для него. Это лишь мои предположения просто. Сейчас узнаем. Наверное. Нечего удивляться. Сведения о том, что тайный советник Филипп Эль Ферра стоит за врагами империи стоят дорого. Кем бы ни был этот предатель, он явно намерен нажиться, продав бумаги тому, кто больше заплатит. То есть, он украл бумаги, доказывающие, доказывающие, что я работаю на тайную канцелярию и все наше, все наше общество последней капли липа. Ну, опять же, наверное, это Филиппе нужно было бы. Зачем кому? Если бы кто-то истовый заговорщик это выкрал бы, он бы уже это пустил в дело, разгромив наше общество. И, разумеется, он нас раскроет сразу. А не будет непонятно, чего добиваться, компромата-то удерживая у себя. Это все очень сильно походит на проделки тайной канцелярии, мой друг. За Филиппа в казематы последуешь и ты. Нужно немедленно сообразить, что делать дальше. Ты вновь перечитываешь последние строки послания Филиппа. Опять же, Филиппа мне это прислал. Откуда он знает? А, или кто-то шантажирует самого Филиппа, а он с меня спрашивает. Кем бы ни был этот ублюдок, но он хорош. Я почти восхищаюсь им. В данный момент ты лучше способен оценить ситуацию. Действуй на свое усмотрение. Ожидаю скорейших мер. Опять же, как-то Филипп слишком спокоен. Слишком спокоен. Если бы действительно кто-то левый выкрал бы такой компромат, который ударит не только по мне, но и по самому Филиппа даже и разрушит все его планы, он бы не был бы сейчас так спокоен. Редко Филиппа дает тебе подобную свободу действий. Впрочем, вряд ли у него есть выбор. Грубый голос выводит тебя из раздумий. Ты поднимаешь глаза на Оливера Мосса. господин советник ждет. У тебя готово ответное послание. Выкупить сведения. Предложить предателю самую выгодную цену за пощищенные документы. Да блин, да это он и похитил от Оливер Мосс. Они вместе с Филиппой. Только странно, а почему я могу откупиться деньгами от них? Нет, слушай, тогда моя теория наверное не верна. Можем мы выкупить сведения, предложив предателю самую выгодную цену за похищенные документы, поскольку у меня есть богатство 2, ух ты, нифига, нифига себе, минус 2 богатства в последствиях. Дипломатия у меня есть 15, а в последствиях минус 2 богатства. До нуля и разорения рода. Никогда у нас такого не было. Залечь на дно. Нужно свернуть деятельность последней капли, пока все не уляжется. А что уляжется? Что должно улечься? Как уляжется? Впоследствиях волнения минус 2, то бишь до 1. Очень сильно мы их понизим, и скорее всего, да я уверен в этом. На волнение 2 будет завязано какое-то событие довольно-таки страшное. Еще больше понизим, скорее всего, до нуля. Произойдет еще что-нибудь, еще более страшное. Разгром нашего всего подпольного кружка. Мы это знаем. Ну, в смысле, я не знаю, будет ли или не будет, но всегда на всех путях у нас за священник, за творение, навсегда. Когда понижаем до 2, любую из этих самых, из этих параметров, то происходит какое-нибудь событие, а до 0 еще более страшное. То же самое и в сторону увеличения. До 8 происходит событие, и потом до 10 тоже происходит событие какое-то. Но вот в сторону увеличения это еще ладно, там они не такие страшные, не всегда какие-то ужасные последствия, иногда даже очень хорошие последствия в плане нашего роликового отыгрыша следуют, а вот до 0 всегда какой-то негатив, все там руинится, все уничтожается и нам потом плохо становится. Волнение минус 2 и шпионская сеть минус 2 здесь, заползил плюс 5, плохой вариант залечь на дно, вычислить предателя, а вот хорош... Ух ты, ух ты ж ни хр... Ух ты ж как... Ой, какой хорош... Ух ты, нифига я на тоненького прошел. Блин. Вычислить предателя. Ты никому не позволишь водить себя за нос. Можем это выбрать, поскольку тайные планы 16 из 16. Я на тоненького прохожу. Запас сил у нас есть еще. Поэтому можем впоследствиях шпионская сеть плюс 2 до 10. А это значит, мой друг, что запустится сразу же после данного события. Следующее событие завязано на шпионскую сеть 10. Узнаем, что там. Какая серия у нас интересная сегодня предстоит. И очень волнительная. Запас сил минус 5. Да, вычисляем предателя. А что мне еще остается? уничтожить богатство семьи в ноль. Либо уничтожить силу восстания в ноль. Ну, сначала до 2. Я уже понимаю, что потом будет. Потом в ноль будет. Еще хуже. А потом еще что-то хуже там будет. Не. Вот этот вариант очень хороший и прекрасный одни плюсы. Все в плюс. Все замечательно. шпионская сеть уже десятка. В ответном послании советнику ты пишешь, что последней капле нужно несколько дней, чтобы собрать деньги и предложить похитителю выкупить документы. Сейчас нельзя доверять никому. Если предатель увидит послание, он должен быть убежден, что его план сработал. Единственный шанс вычислить предателя, это выяснить личность потенциального покупателя. А что, действительно какой-то предатель завелся? А ну-ка, а ну-ка, сейчас вычислим, кто это такой. Очень любопытно. Вряд ли кому-то из последней капли известно о скрытых противниках Филиппа. Значит, с большой долей вероятности покупатель его открытый враг. Ничего не понял. А, типа, начинаем разыгрывать сценку, мол, собираем, а, собираем деньги, да, сейчас, подождите, нам нужно выяснить, куда деньги передать, скажите нам заранее, да? А, понял. При этом у него должно быть достаточно средств, то бишь у нашего открытого врага Филиппа. Ой, все очень сложно, я, по-моему, не готов к такой конспирации. Аугустин Эльборн. Что, Аугустин Эльборн предатель? Да, я согласен. Городской префект, последовательный противник тайной канцелярии, приближенный самого наместника Темпеста. Это должен быть он. Ты начинаешь следить за префектом и не проходит и дня, как тебе улыбается удача. Ранним утром к особняку Эльборна приходит закутанный в плащ мужчина. Он быстро передает слуге конверт и немедленно уходит прочь. По городским проулкам ты следуешь за таинственной фигурой. Предатель опытен. Даже не зная о твоей слежке, он пытается сбросить хвост. А я настолько искусен, настолько преисполнен в своих тайных планах, что я очень аккуратен и не выдаю, да, что слежу за ним. Не выдаю себя. Дважды ты чуть не теряешь след. Сначала среди толпы на рыночной площади, затем среди городских трущоб. Однако тебе удается довести его до небольшого кабака. Вот предатель, да, но я правильно предположил. почувствовав себя в безопасности, он наконец сбрасывает капюшон. Ты совсем не удивляешься, увидев лицо Оливера Мосса. Вот это поворот. Но все-таки это не происки Филиппе, это происки получается самого Оливера Мосса. Он же, как говорил Филиппе, он за звонкую монету готов пойти на любую низость. Вот он и пошел на любую низость ради корыстной выгоды. Мне кажется он является точно мой друг, я понял. Оливер Мосс является олицетворением пути свободного человека, то есть тот, на кого мы должны равняться, следуя третьим путем, а именно путем эгоиста. Мы должны на этом пути равняться на вот, на него. Что же, пора Филиппа все узнать про своего доверенного агента. Ночью ты вызываешь Мосса в типографию, он заходит внутрь, легонько насвистывая. Добрая ночка, Феликс. Чем? Гулкий стук сапог, Филиппа неторопливо выходит из соседней комнаты вместе с парой хмурых мужчин. Вот это поворот, вот это класс. Если добрая, то точно не для тебя, Оливер. Мой друг, ты работаешь на меня уже десять лет. Неужели ты впрямь думал, что можешь предать меня и остаться безнаказанным? Впервые на твоей памяти с лица Оливера пропадает ухмылка. Это была серьезная ошибка. Где документы? У меня, господин Филиппе, они надежно припрятаны. Я еще никому не говорил о них. Ты испытываешь мое терпение. Это последняя ложь, которую я хотел бы от тебя слышать. Думаешь, твоя связь с префектом такая уж большая тайна? Щелчок пальцев. Оливера хватаю с двух сторон, он не сопротивляется. Нет, пожалуйста, нет, умоляю, господин Филиппе, я еще могу быть полезен. Я сейчас же покажу вам, где документы, я все отдам. Под струится по его лицу, в глазах застыли слезы. Ты не мог и подумать, что этот человек способен так бояться. Это я, наверное, еще плохо знаю Филиппа, поэтому я его ищу. Филиппа не так боюсь, а стоило бы. Будем надеяться, положенное страдание сможет исправить твою гнилую натуру. От сильного удара в лицо Мосс теряет сознание. Что теперь с ним будет? Советник усмехается твоему вопросу. Пара дней пыток, затем малая смерть. Такие таланты, как Мосс, рано или поздно выходят из повиновения. Однако я готов дать полезному человеку еще один шанс разбрасываться ценными кадрами недальновидно. Через три дня он снова вернется к тебе. Следи за ним внимательней, Бранте. Третий шанс я не даю никому. Стучат ростью, господин Филипп покидает типографию. Тело Оливера выволакивают следом. Шпионская сеть плюс два до десяти. Господство Филиппе. Запас сил минус пять до десяти полон сил. Вот смотри-ка, и запас сил пригодился. Год 1140-й, 22 годика нам и... и... доверие. Доверие это вызвано твоими предыдущими поступками, условия выполнены, шпионская сеть больше... Нет, подожди, это что-то другое. Шпионская сеть больше или равно пяти, и отношения с Филиппе больше двух, ну, либо равны двум, симпатия. А это другое событие, это не на шпионскую сеть десять, это тоже какое-то другое. У нас, наверное, в прошлый раз тоже такого не было, у нас шпионская сеть была неразвитой. А да и отношений у меня с Филиппой тоже не было. Мой друг, просто череда, череда, одно за другим, какие-то уникальные события, исключительные события за наш путь неправильного заговорщика, завязанные на шпионскую сеть, завязанные на отношения высокие с Филиппой. Класс, это самая, мне кажется, интересная серия, самая, самая вот, как сказать, эксклюзивная, да, чисто эксклюзивные события нашего непосредственно пути, за путь правильного заговорщика таких событий не будет. Доверие. Раз за разом ты оттягиваешь ворот рубашки, но не можешь избавиться от удушья. Аудиенция у Филиппа Эльфера. К этому нельзя быть готовым. Что-то я это, что-то я вообще прям вошел в его самый близкий круг. Филипп, я, наверное, стану его правой рукой. А может быть, кстати, на пути правильного дворянина мы работаем на Эльборна, но если мы будем очень хорошо и качественно отыгрывать свой путь правильного дворянина, мы в конце концов можем стать, и мы становились сами, занимали место префекта, занимали место Эльборна, своего шефа, на пути священника правильного, умеренного старой веры, если мы преисполнимся в своем пути служения близнецам, именно умеренному служению близнецам, и правильно поймем, кто мы есть такие, и как мы должны обходиться во всех вопросах веры, мы в конце концов становимся патриархом, мы возглавляем церковь, мы занимаем опять же место наших шефов, а на пути неправильного заговорщика займу ли я место Филиппа, возможно я могу возглавить тайную канцелярию, кайф, я только сейчас об этом подумал, а могу ли я занять место Филиппа, наверное могу, ты смотри, я насколько сблизился уже с ним, только это получается мы как-то свергнуть его должны будем потом, да, чтобы занять его место, а, либо возможно выслужиться перед возможно императором самим Темпестом, и он увидит, что я даже круче Филиппа, и Филиппа с ними там я назначит, ой, мой друг, можно столько понафантазировать, встреча назначена в одной из дворянских усадеб неподалеку от Анизотии, как ты понял, Филиппа живет в этом доме, да это просто конспиративная квартира, да не более, что он там живет, там прям он, что может означать подобное доверие со стороны советника, я тебе скажу, что может означать, это может означать то, что у нас любовь с ним, он меня позвал к себе в особняк, во, во, наконец-то, случится то, то, что искали все в прошлой серии, да, на какой минуте, на какой минуте это произойдет уже, наконец-то, то, что заявлено было в прошлой серии на превьюшке, мой друг, она вот сейчас случится, слуга провожает тебя в кабинет, а, и слава богу, не в спальню, ярко-белые стены, изящная мебель темного дерева, большие окна уставлены, извините, ярко-белые стены, изящная мебель темного дерева, большие окна, уставленные горшками с зелеными растениями, лишь портрет императора на стене несколько не вяжется с общей легкостью обстановки, но ответ на приветствие, Филиппо указывает тебе на кресло, а, кстати, он сейчас может раскроется для меня как личность, да, лучше, я стану лучше его понимать, видишь, он, оказывается, утонченный эстет, хм, интересно, похоже, господин советник в благостном расположении духа, ужасный зной сегодня, не желаешь воды, Бранте, почувствовав неожиданную сухость в горле, ты спешно соглашаешься, правильно, нельзя перечить, все, что предлагает, надо брать, осушив стакан, советник удовлетворенно вздыхает и непринужденным тоном начинает беседу, в смысле, он сам выпил, а мне не дал, я соглашаюсь, но выпивает он, осушив стакан советник, он все равно издевается надо мной, что ж, Феликс, спешу отмечить твои успехи на службе империи, признаю, я недооценивал тебя, но ты делом доказал свою верность, и я хочу отплатить тебе за службу, а единственная ценность в нашем деле это обоюдное доверие, я знаю, что твоя матушка рьяно поклоняется богам, она ведь учила тебя этому с детства, ты сдержанно киваешь, матушка всегда отличалась завидной праведностью, Филипп встает из-за стола, ты только сейчас замечаешь, что напротив портрета императора на стене висит богато украшенный лик близнецов, он еще оказывается верующий, прям истово верующий, как моя матушка, что ли, фига себе, в каком-то смысле тайная канцелярия не так уж сильно отличается от инквизиции, мы защищаем блаженную аркнийскую империю, чтобы сохранить порядок, дарованный нам близнецами, если мы не сумеем сохранить божественный замысел, мир познает гнев богов, империя держится на порядке, заведенном богами, нарушение данного порядка преступление, и воздаяние за него неизбежно, таков закон младшего, мы мы тобой щит нашего мира, скрепы, что удерживают его от распада, Филиппо встает подле окна, его взгляд направлен на сияющий столб, бунтовщики, что просят себе безграничной свободы, глупцы Бранте, у человека есть столько свободы, сколько ему отмерили боги, если переступить эти границы, наступит хаос, мы настоящие хранители этого мира, у нас не должно быть сомнений, кто-то скажет, что я жесток, но я не боюсь крови на своих руках, я знаю, если не уничтожить врагов блаженной империи, весь наш мир перестанет существовать, увы, это понимают немногие из тех, кому дана власть, мне нужны люди, на которых можно положиться, такие как ты, Феликс, если ты и дальше будешь служить нашему делу с таким же усердием, смогу оказать тебе покровительство, я умею быть благодарным, советник оборачивается, смотрит тебе прямо в глаза, тебя не покидает ощущение, что Филиппа впервые позволил себе полную откровенность, удушающее волнение уходит, да, действительно, откровение в некотором роде, в некоторых аспектах его характера, то есть он такой искренний, он тут, вообще тут речь его похожа на речь священника, значит, напоминает, как будто какой-то отец Ленард, что ли, мне это рассказывает, подавив настоящий бунт в Анизоти, я докажу Аркнам, что достоин власти, а вот и настоящие его мотивы, он хочет стать равным Аркнам, а тогда он нарушает как бы установленный порядок в Империи, потому что нельзя себя человеку мнить равным Аркну. У нас на пути правильного дворянина, на пути правильного дворянина была Октавия Милнит, которая, будучи Аркнийкой, могла позволить себе все, что угодно, и в том числе на нее нашла такая блажь, что она ради развлечения, хотела бы видеть нашего Бастиана тогда еще, Бастиана Бранте в роли игрушки для себя, для утех, там можно склоняться к тому, что какому-то равноправию с ней, да, ставить себе наравне с ней, либо отказывать ей, либо просто подчиняться безропотно, да, так вот, варианты за правильного дворянина, именно за правильного, который правильно отыгрывает, и который впоследствии может добиться хороших исходов, книги, хорошего будущего для себя, для своей семьи, который может добиться дворянства меча, и даже статуса приближенных наместника, это однозначно варианты просто безропотно подчиниться и вести себя при ней, будто низшее существо, хотя я являюсь правильным дворянином, я очень гордый, я очень высокомерный, но по отношению к кому? К простому люду, а вот по отношению к арканам я сам являюсь грязью под их ногами, и если я правильно отыгрываю правильного дворянина, я должен заискивать перед Октавией и должен ползать на коленях перед ней и потакать любым ее капризом безропотно, как пустое место, как ничтожество, и это правильно, а если я начинаю там выделываться, хотя бы даже в плане того, чтобы на равных отношениях с ней вести, то это приводит к какой-нибудь истинной смерти, это не приводит к дворянству меча, это закрывает наоборот такие возможности, поскольку ты неправильно поступаешь, как правильный дворянин, так вот он сейчас напомнил мне это, он сейчас являясь Эль, то есть уже дворянином меча, он неправильно понимает свой удел дворянина, он слишком зарвался, он не должен себя мнить равным аркнам, он зарвался, это неправильно для дворянина, но чтобы направить этот бунт, не обойтись без инструментов вроде Софьи, хотя ее бывает непросто использовать, поверь, я иногда восхищаюсь этой женщиной, на пути к цели ее ничто не может остановить, однако я никогда не смогу доверять Софье, слишком уж велика ее жажда разрушения, такую как она, невозможно спасти от нее же самой, вот о чем я хочу попросить тебя, Бранте, ты должен войти к Софье в доверие, сейчас она слишком незаменима, чтобы от нее избавиться, это намек на то, что сейчас слишком незаменима, но в будущем, кто знает, я, возможно, тебя, Бранте, поставлю вместо нее главным, но если она решится на предательство, я должен об этом знать, взамен я обещаю тебе свободу и шанс быть одним из защитников империи, прошу, не пытайся лгать, ты согласен, Филиппе протягивает руку, стоит ли ее пожать, можем мы ее пожать, согласиться не могу, почему не могу согласиться, так, пожать руку, ты соглашай, так нет, а это что означает согласиться, ладно, сейчас дойдем почитаем, почему пожать руку и согласиться, это разные вещи, хотя упожать руку описание, ты соглашаешься, ты соглашаешься на предложение Филиппа, а можем это выбрать, поскольку Софья не беспощадна, а не беспощадна она, поскольку мы мы в отрочестве спасали ее от коней, затем спасали от Оттона, мой друг, ты смотри, до сих пор роляет это, до сих пор роляет этот выбор, да, все правильно я показал детство отрочества вундеркинда, что нужно для большей универсальности и для того, чтобы лучше было в дальнейшем нужно все-таки Софью лучше спасать, будет проще за путь заговорщика, да в том числе и за путь неправильного заговорщика проще, ну, наверное, пожать руку же хороший вариант, нифига себе, шпионская сеть еще плюс один впоследствиях, а нам некуда, у нас там десятка уже, репутация плюс один, ух ты, богатство плюс один, ух ты, Филипп Эль Ферру верность, Филипп и отношения плюс один, ух ты, блин, у нас все попереполнилось, мой друг, у нас все попереполнилось, но вот репутация богатства не переполнилась, это хорошо, до трех поднимем, ну, как интересно, отказать, ты не станешь лгать, тебя интересует лишь свобода, а не служба империи, а это путь эгоиста, нет, меня интересует служба империи, отношения с Филиппой минус один в последствиях, согласиться, ты будешь верен господину Филиппе, однако должен предупредить его, Софья никогда не будет тебе доверять, а, все понятно, а, так тут последствия хуже, не такие крутые, а, нет, ну, в принципе, не, ну, да, мы ничего тут другого не получили, ну, короче, сейчас, сейчас, сейчас все прочтем, подожди, не будет забегать вперед, мы не можем это выбрать, поскольку Софья не беспощадна у нас сейчас, а должна быть беспощадной, то есть мы должны были ее предать, Оттону отдать, там, в событиях отрочества и так далее, она бы нам не доверяла, сейчас у нас доверие с Софьей, вот, доверие, поэтому этот вариант мы не можем выбрать, поскольку она нам доверяет, и мне не о чем предупреждать Филиппа, что Софья мне не будет доверять, нет, она доверяет, поэтому, да, то есть я могу выбрать тот самый, 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 самый лучший вариант, ну, как для моего пути в этом событии, да, однозначно, в последствиях, богатство плюс один, репутация плюс один, так же, как и в первом случае, Филиппа Эльферру верность, так же и отношения с ним плюс один, все то же самое, кроме, здесь нет шпионской сети плюс один, ну, у нас так 10, поэтому большего мы тут не получим, но получим, получим то, что следует, то, что, то, что нам и нужно, нифига себе, опа, достижение, ты присягнул на верность господину советника, верность Филиппа, класс, под конец серии на мачивку, блин, у нас там еще событие, сейчас ждет же на шпионскую сеть, ты жмешь руку Филиппа, ты клянешься, что будешь верен ему, а, где мои слова, я бы, какую клятву, блин, почему не написали клятву, я бы, я бы сейчас с удовольствием прочел бы, благодарю за доверие, Бранте, буду ждать от тебя скорейших донесений, Филиппа не лгал о своем расположении, пусть и хрупкое доверие, выстроившееся между вами, приносит пользу обоим, советник передает в твои руки большие средства, которые ты пускаешь на слежку за людьми последней капли, верных лично Софье, следить за их делами не так-то просто, пройдет немало времени, прежде чем тебе что-то удастся выяснить. Обещанная благодарность тоже не заставляет себя долго ждать. Денежная награда и слово господина Филиппа, замолвленное перед некоторыми дворянами за твою семью, это лишь первая плата за твою верность. Вот, кстати, к вопросу того, выходит ли он в свет Филиппа, да, он выходит, там общается с дворянами и за кого нужно, что нужно, замолвит, то есть он ведет нормальную и вполне себе светскую жизнь, просто он держится скромно, несмотря на свое положение, то есть благодаря своему положению он бы мог чуть ли не как император вышагивать с гордой ухмылкой на лице, но нет, он ведет себя довольно-таки скромно, но вполне себе как дворянин в светском обществе, так что нормально, это к вопросу, когда мы со Стефаном ходили знать и раздавать драгоценности, Милани, да нормально все, так Филиппа и поступил бы, да он так поступает, он видишь, он ходит, интриги плетет, за меня слово замолвил там где-то, хорошо, отношения плюс один, у нас так максимум был уже, ну давай будем подсчитывать, плюс шесть, у нас с Филиппа, может все-таки это доведет до, до настоящих, до настоящих высоких отношений, статус верность, ты доказал преданность господину Филиппа, класс, просто класс, шпионская сеть плюс один до десяти, точнее до одиннадцати уже, репутация плюс один до трех, богатство плюс один до трех, кайф, мой друг, кайф, вот хорошо, вот хорошо, а еще лучше у нас сейчас в событии произойдет в завязанном на шпионскую сеть нашу одиннадцать, я надеюсь, что там что-то хорошее произойдет, сделка с Филиппой, год 1140, каковое, ты доказал преданность господину Филиппе, но, впрочем, давай мы это событие, наверное, посмотрим в следующей серии, а то, мало ли, я там буду полчаса в нем выбирать нужный вариант, произойдет ли это событие, а нет, оно не происходит, речи Гмонта, да неинтересно, ведь речи Гмонта будет толкать там свои речи в пользу своего малого акворума и так далее и всякого там в гостях у Бургомистра какой-то, а когда это событие-то будет, блин, на шпионскую сеть 10 или что, нету? А, ну, может, нету, ну, блин, у нас на Инквизицию 10 было завязанное событие, у нас на, да, у нас, да, постоянно на десятку есть что-то завязанное, ну, значит, еще не время этому событию, слишком, слишком рано, наверное, я выкачал шпионскую сеть, оно не может так рано произойти, в следующей серии возможно оно случится, а может его и нет, ставь лайк, мой друг, если понравилась эта серия, ставь дизлайк, если что-то не понравилось, в гостях у Бургомистра я не помню, что это за событие, вообще не помню, в следующей серии напомним, вспомним, или это новое событие какое-то, возможно, это и есть то самое событие, в следующей серии узнаем, до встречи в ней, пока, мой друг.